посмотреть, что у них получилось, потому что большинство из них вообще не понимало то, что как вообще это работает, как на этом можно зарабатывать. Некоторые спрашивают меня, типа, 17 тысяч человек, а как так вообще, то есть, ну, что нужно для этого сделать? Я рассказывал только своим вообще эту информацию, потому что мне тяжело делиться, там, скажем так, рабочими схемами бизнеса, когда где-то, мол, говорят, что мы поделимся инструментами, с помощью которых можно зарабатывать деньги. Я обычно этому никогда не верю, потому что эти инструменты либо не работают, либо они не имеют смысла, либо, короче, гораздо выгоднее продать эти инструменты, да, в цели того, чтобы заработать на этом, это бизнес так устроен, скажем так, нежели чем заниматься ими самостоятельно. Действительно, рабочие инструменты бизнеса обычно не передают. Но в данном случае имеет смысл их передавать, потому что в данном случае, чем мне нравится концепция, вот, допустим, тиражирования вот данной темы, да, тем, что, как бы, обучая людей, ты получаешь с этого денег гораздо больше, то есть, делая то же самое. Для меня хорошая вот такая фраза есть, которая в свое время мне запомнилась, уже, наверное, года 4 назад, после того, я даже немножко отношение к бизнесу поменял, которое, не знаю, как точно даже сказать, в общем, объясню, да, то, что, то, что вот есть фокусник, как пример скажу, да, этот фокусник делает какой-то фокус, и человек, соответственно, в свою очередь, ну, видит этот фокус, для него это магия. Ну, то есть, у него было в руках, там, не знаю, стаканчик, потом этот стаканчик пропал. Не принципиально со стороны видно то, что это магия, но все понимают, что это не магия, это технология. Просто это технология, доведенная до совершенства. Если этот фокусник какую-нибудь вот эту свою процедуру со стаканчиком выполнить чуть-чуть медленнее, либо где-то замежуется, то, соответственно, его фокус будет раскрыт. Либо там леска будет видна, либо еще что-то, ну, там, какие у них свои технологии, да, есть. Соответственно, он будет раскрыт. Но так как его технология доведена до идеала, это кажется со стороны магии. И в отношении бизнеса в свою очередь, мне мой наставник все время в бизнесе сказал, он, как бы, я зачастую смотрю, люди зарабатывают деньги, делают какие-то нереальные результаты, ну, блин, ё-моё, им что ли везет, или у них какие-то супер навыки есть, какие-то знания, возможности, что-то они видят, по-другому как-то мыслят, да? У меня была вот такая вот ошибка. Мне мой наставник сказал то, что Роман, вот технология, доведенная до совершенства, похожа на магию. И, соответственно, мне когда-то спрашивают 17 тысяч человек за три месяца, это нереально огромное количество, ну, как мне сказали, мне кажется, нет, в принципе, да? Нереально большого количества людей. Ребята, это просто технология. То есть технология тиражирования компании в интернете, технология тиражирования через личный бренд, технология обучения людей, с которыми ты работаешь, контактное взаимодействие, правильный выбор темы, ну, определенный ряд свод правил практических, на основании которых нужно действовать и действовать правильно. Если ты это совершаешь, у тебя получается абсолютно аналогичный результат. Если ты делаешь хорошо, если ты делаешь плохо, результат получается чуть хуже, но все равно получается. И, как говорится, ты переплевываешь учителя, который тебя учил, если, ну, у тебя есть какой-то талант определенный. А так, плюс-минус, все идентично. Вот это ключевой момент. И со своей стороны просто я сейчас хочу сформировать как раз-таки вот командный сайт, где объяснить, донести вот эти вот определенные смыслы и сделать некую академию, где с ребятами можно будет работать просто, которым интересно. Интересно сделать хороший результат с точки зрения денег. И дело тут даже, наверное, не только в деньгах, а дело в том, что куча навыков постепенно приобретается. То есть все, чего я достигал в бизнесе, да, я искал себе наставника. Это было проблематично. Я, например, перебирал людей, потому что с людьми нужно где-то сработаться, где-то у каких-то есть определенный интерес, до каких-то не достучишься и так далее. Когда есть человек, с которым тебя обучают, с ним расти можно гораздо эффективнее. Особенно этот человек, когда из аналогичной темы такой же, как и ты. Далее, то есть я учился продажам, я учился операционной деятельности, я учился теоретической какой-то составляющей, я перебирал там уйму книг, да, читал 30 книг из них, одна, да и бог, получалась нормальная. В случае вот этой концепции, почему мне нравится сама модель работы, это новая, ну, это бизнес, так называемый 2.0. Во-первых, удаленная работа, во-вторых, криптовалюта, в-третьих, онлайн, это, как я и говорил, ты не находишься под клопаком, во-первых, да, вот ты зарабатываешь абсолютно удаленно, в-третьих, у тебя социализация полная идет, потому что, когда происходит командная работа, это же и новые знакомства, это новые люди, это новая информация, это деньги, это свобода, это куча тех факторов, которые я в свое время в бизнесе в своем искал, в традиционном, да, не всегда находил, и это было проблематично, сложно и долго выстраивать. Вот в этом все концептуально, я хочу, концептуально все эти проблемы, я хочу, скажем так, упразднить в текущей теме и сделать это централизованно, красиво, в рамках одной команды. Вот так вот. Рассказать одно, вот я когда традиционке целиком и полностью отказался, да, если начинать мой вообще изначальный путь, когда я в 18-19 лет открыла рекламное агентство полного цикла, да, я пошел в эту сферу умышленно, первое, потому что эта сфера не требует вложения, зарабатывать на ней можно нормально, там нормальные чеки, да, второе, то, что я именно хотел научиться маркетингу и рекламе, потому что я понимал то, что маркетинг и реклама это, ну, основное в бизнесе. Операционку, там, выстроить поставки, если это, допустим, продажа чего-либо розничной, либо оптовая, все что угодно выстроить, удиность, это второе, этому там можно научиться уже второстепенно. Первое, это маркетинг, продажа, реклама, да, я позанимаюсь этим, как раз-таки, получив там опыт и навыки, вышел вот в бизнес по магазинам, который я открывал сетью, да, по торговым центрам. Я строил ее практически с нуля, с точки зрения денег, лез в кредиты, отдавал эти кредиты с нереальными процентами после этого, выстроил сетку, вложил уйму денег, работал просто с утра до ночи, и потом меня как муху приклопнули в декабре 2014 года, по сути, когда курс 30 до 60 возрос, ну, в два раза. После этого бизнес просто закрылся. И когда он закрылся, я распродавал то, что есть, я понял то, что, блин, я не хочу быть в пешке в больших играх. То есть я не хочу, я не мог никуда уехать, я не мог отдохнуть, я просто все время был на нервах. Ну, я столько здоровья потерял и сил на тот момент времени, что врагу бы не пожелал, по факту это, да, потому что, ну, нюансов было много, не суть, я не буду сейчас на них. Я тогда понял то, что я буду уходить в онлайн, я буду зарабатывать удаленно. Все к этому сейчас идет с точки зрения развития технологий. Почему я должен действовать там проторенными какими-то старыми дорогами, когда мы, новое поколение, должны действовать по-новому, работать по-новому, быть свободными, хорошо зарабатывать и организовываться там в интернете. Там и денег, по сути, больше. И вот таким вот образом у меня оказалось в результате. То есть, ну, это касаемо, я говорю про то, что ты сказал, про традиционный бизнес. То, что, ну, в этом смысле вообще нет. Ребята сейчас у меня знакомые, допустим, да, если брать свой город, кальянные закрывают. Ребята тоже брали, вкладывали туда деньги, вкладывались в кредиты, просто произошел коронавирус, как на Сенталье говорит черный лебедь в экономике, когда происходит что-то незапланированное случайно, и ты к этому не готов. Значит, ты хрупкий, и, по сути, человек, твой бизнес хрупкий, ты не смог ничего. В общем, все сломалось. У меня, допустим, ничего не изменилось. Ну, плюс-минус. У меня какие-то темы схлопнулись, да, ну, как бы, я могу спокойно их в интернете перекинуть на другие. Допустим, если брать то же самое в криптовалюте, там вообще все отлично работает, началось только лучше в результате. То есть мир именно к этому и движется. Поэтому с точки зрения вообще действия, лучше определить для себя правильную тему, которая будет в перспективе работать. Как сказал один чувак, опять же, я не помню, какой, не имеет смысла сейчас брать и устраивать с дальнобойщиком, потому что Элон Маск уже по маршруту там, Лос-Анджелес, по-моему, Нью-Йорк, если мне не занят память, запускает дальнобойщиков на автопилоте. То есть зачем сейчас идти учиться на дальнобойщиков, чтобы через 10-15 лет тебя заменили автопилоты. Вот, и тут то же самое. Зачем идти в традиционный бизнес, зачем идти там куда-то нигдеовых наработок, конечно, устраиваться и так далее, когда ты можешь выбрать для себя онлайн, когда ты можешь выбрать для себя сферу инвестиций, сферу крипты, обзавестись там навыками, иметь свою команду, там иметь какую-то перспективу, понимание туда, к чему ты идешь и куда ты двигаешься и зарабатываешь там хорошие деньги и быть свободным и спокойным за завтрашний день, несмотря на любые обстоятельства. Потому что с интернетом и с криптой, ну, не сделать ничего. Мне, Мавро, если говорить о пирамиде, допустим, я пирамиды сейчас как таковой в этом не вижу, ну, по крайней мере, прямой. Я достаточно хорошо изучал, скажем так, судьбу Мавроди и его концепцию, его подход в целом. Если брать новое поколение, да, которые наиболее молодые, скажем так, 97-го, наверное, года рождения и позже, 2000-х годов рождения, тем, которым сейчас 20 лет, до 25-ти, наверное, они не сильно одупляют, что такое МММ, что это такое было. Как бы я, хоть и не присутствовал при этом тогда, но ввиду того, что некоторый отрыв в годах есть, я, скажем так, застал определенные отголоски этого времени и МММ стартовала 1 февраля 1994 года. Первая, да, когда Мавроди непосредственно запустил. Она стартовала как абсолютно традиционная пирамида. Он этого, в принципе, никогда и не скрывал, если концептуально посмотреть, да. И у него была позиция, то, что, во-первых, соответственно, пирамида не рухнет без любого внешнего вмешательства. Потому что, если мы возьмем банковскую систему, это пирамиды, если мы возьмем пенсионную систему, это пирамиды, все построено на пирамидальной структуре. Ничего лучше пока что не придумали. Просто есть определенная информационная пропаганда, когда не то чтобы даже власть имущая, а люди, преследующие определенные интересы и будучи являясь на вершине, они пропагандируют ту информацию, которая им наиболее выгодна, чтобы они обогащались, но никак не люди. Вот ключевой момент, нужно посмотреть, кто богатеет. Богатеют богатые, бедные, беднеют. По факту, те, которые несут определенную пропаганду, как должна быть быстрая на жизнь, экономическая, как должны быть устроены финансы, какое к ним отношение должно быть. Именно они преследуют интересы стать богаче, а те, которые прислушиваются к этому, становятся беднее. Потому что люди берут ипотеки, берут кредиты. Если мы отнесемся к религии, как минимум, есть такое понятие, как судный процент. Этого делать нельзя. То есть нарушение этого закона, религиозного, как минимум, приводит к этому большим последствиям. Сейчас есть люди, которые набрали ипотек, набрали кредитов, произошел черный лебедь, вот этот коронный вирус, когда просто закрыли всех дома на месяц. Государство не взяло на себя никаких обязательств. Людей работы нет, их отправили в отпуск неоплачиваемый. Соответственно, после чего они, возможно, вернутся будет некогда. А за ипотеку нужно платить. И как бы, соответственно, по указу, вот, мол, вам предприниматели должны будут оплатить ваше отсутствие на работе, а банки должны будут отсрочить вам ваши платежи по ипотеке. Это с точки зрения указа. А как это реализуется на практике? Я сейчас не критикую даже правительство, да, и не говорю то, что, как бы, оно плохое. Я не имею никакого отношения к политике, меня это не особо интересует. У меня есть своя область деятельности, которая мне интересна, да. Но я говорю про то, что президент или правительство дал один указ, а по факту, как он реализуется и когда он реализуется, сколько это времени будет занимать. Потому что мы понимаем, что здесь бюрократия, да, за этот момент времени может произойти так, что у этого человека, да, заберут и машину его в кредит, которая приносит ему деньги, потому что зачастую транспорт приносит как-то деньги это передвижение у большинства людей. И также заберут квартиру, у него развалится семья, он станет бедным. То есть, если мы возьмем, опять же, религиозное понятие с точки зрения вот Тора, то, что бедность это самое большое проклятие. Потому что, когда у человека нет денег, это даже не то, что ему нечего кушать. Это один момент. Другой момент, вот как в описанном примере, забрали там квартиру, забрали, соответственно, там машину, у него, предположим, ребенок, соответственно, у ребенка проблемы, в семье проблемы, это развод, это куча других нюансов. Поэтому вот это определение, то, что бедность это одно из сильнейших проклятий, я с этим полностью согласен, потому что отсутствие денег за собой несет коллапсы во всех сферах жизни. Здоровье, семья, отношения, дружба, вот куда ни глянь. Абсолютно так и происходит. И, соответственно, соответственно, вот если так это все происходит, и... Высу немножко потерял, сейчас корректирую. Про Мавроди, да, как раз таки я рассказывал со своей стороны. То, что против него сориентировали просто по сути людей. Как это вышло, я сейчас расскажу. Он запустил, соответственно, свою пирамиду. Никого не скрывал, то, что это пирамиды, то, что средства выдаются за счет новых вкладчиков. Но он объяснял, он же математикой является, то, что эта экономическая модель универсальная, она разрушится, по своей сути, никак не может. Соответственно, буквально за, что там, 3-4 месяца он собрал треть оборота страны. У него порядка денежного, у него порядка 45 миллионов вкладчиков было, если мне не изменяет память. И, соответственно, он пришел в правительство договариваться о том, что, ребят, давайте мы Мавро начнем печатать и экспортировать, соответственно, за рубеж, чтобы... Ну, это, по сути, та концепция, Макс, которую реализовал доллар. По сути, доллар просто печатают, если что-то пошло, и за этот доллар, который стоит там несколько центов, как бумажка, как таковая, забирают все ресурсы. Потому что сколько стоит сама эта бумажка, там, 100 долларов, и сколько она в эквиваленте своего обязательства имеет, это большая разница. Опять же. И, соответственно, Америка полностью правит миром, по сути, за счет доллара. Она забирает все ресурсы, печатает просто бумаги. Сейчас же опять, сейчас это все видят. Коронавирус произошел, Америка напятала 2 триллиона долларов, если мне не изменяет память, вот такая цифра, да? И они просто влили их в экономику, чтобы выплатить своим гражданам по 1000 баксов. И 500 баксов, по-моему, на ребенка, да? В условиях коронавируса. Кто это все обеспечит? Обеспечит этот доллар и весь остальной мир своим трудом, которые работают на шахтах, которые добывают нефть, которые рубят лес, там, и так далее. Все мы, по сути, и все другие страны это сделают. Они просто это реализовали. В свое время Мавроди пришел в правительство и предложил реализовать ту же самую стратегию, ну, скажем так, до того, пока доллар закрепился. Соответственно, ему отказали, и Мавроди сделал такой неопрометчивый шаг, он начал угрожать правительству и сказал, что, ребят, я могу референдум собрать, это юридический термин, кто не знает, 1 миллион подписей достаточно по всей стране для того, чтобы сменить президента. А у него 45 миллионов вкладчиков. И он сказал конкретно, ребят, эти вкладчики, это не те люди, которым я что-то обещал, все будет в стране хорошо и так далее. Это те люди, чью жизнь я действительно изменил. Они купили себе квартиры, они купили себе машины, они стали позволять своим детям наиболее лучшее обучение, образование и так далее. Стали одеваться по-другому. Эти люди действительно получили результат, они это увидели. Если я им скажу, они завтра начали штурмовать Крым. Соответственно, как эта угроза посыпалась, против Мавроди объявилась, соответственно, компания, которая выглядела следующим образом. Компания так называемой отравли. То есть в средствах массовой информации было только телевизор, интернет тогда не были. Стали пропагандировать, что мы вроде мошенник, то, что это все пирамида, которая разрушится. Соответственно, под этим давлением по телевизору, понимаете, мало кто мог анализировать, мало кто мог зайти на YouTube, посмотреть мнение определенных людей, что они думают по этому поводу. Факт, это не факт, либо это пропаганда, просто манипулирование. Никто не мог это сделать. Люди начали бояться за свои деньги, они побегали забирать свои деньги. А когда превалирующее количество в структуре экономической, по схеме японцы, той же самой, которая была у нее реализована, так называемая пирамида, начинает забирать большой объем денег, действительно пирамид начинает рушиться. По факту. Все, это экономически невозможно. Если вы возьмете в банк, пойдете и начнете в банке забирать все его вклады, банк тоже начал банкротиться. По сути, потому что он не сможет дать все эти деньги. Все деньги, которые ему вложили, он их уже реализует. У него тоже примедальная система. Немножко по-другому реализован, но смысл-то тот же самый. Попробуйте забрать коллапс. Соответственно, против Мороди настроили вот эту вот компанию. Другой момент. Налоговая полиция против него стала действовать. Списали ему 50 миллиардов рублей долго от неуплаченных налогов. И началась вся эта травля, по причине которой, соответственно, МММ просто разрушилась, а его закрыли в тюрьму. Ну, как бы нормальная концепция, что говорить. Это был 1994 год. Потом он реализовывал ее в последующем в России. Это был 2011 год, да, Макс? Да, да, в 2011 году тоже. Хорошо, все то, что я объяснил, весь фильм пирамида называется. Его искать сильно не нужно, его можно прямо на Ютубе вести, он полтора часа идет или час сорок, что-то подобное. Там все вот это очень хорошо объясняется, в красках показано откуда, куда, что и почему. Как это работает. Посмотрите его, и у вас сразу же все точки на дыр оставятся. И вы сразу же поймете, кого можно слушать, а кого не нужно слушать. Потому что тоже самое, вроде он был математиком, он был идейным человеком, ну, которого за это я уважаю. У него было нереальное количество денег, при этом он не брал себе денег. Он ходил в рваных штанах, в тапках, жил в той квартире, в которой он жил до этого от родителей, ему она досталась. И просто он действительно преследовал цель сделать и реализовать финансовый апокалипсис по своей сути. Он топил за справедливость, то есть он говорил, что, ребята, вот смотрите, есть общество, в этом обществе у нас есть учителя. Эти учителя учат наших детей. И чем лучше и профессиональнее будут учителя, чем больше туда будет конкуренция на вакантное место, тем выше будет уровень обучения наших детей. А чем лучше будут учить наших детей, тем выше в перспективе будет наше общество. Верно? Верно. Ну, интеллектуально, развитие. Это для нас, как для цивилизации лучше, как для страны, как минимум, потому что мы все равно имеем свою политику, свою экономическую устойчивость определенную на мировой арене. Грубо говоря, с ней сопротивляться, нас просто захватят, как это в истории было несколько раз. Начиная там, кратко начиная от монголо-татарского ига. Только, да, и впоследствии, потому что у нас очень большое количество ресурсов и очень большое количество людей уезжает из страны, но это отдельная тема. Суть заключается в том, что, соответственно, обучение детей страдает, экономика в перспективе из этого страдает. Не здесь и сейчас, но через 10, через 20, через 30 лет с каждым десятилетием. Далее, есть врачи, есть пожарные, есть МЧС, все знают, какая медицина в России, то, что она оставляет желать лучшего. Но, ребята, а вы что хотели? Люди учатся по 8, по 10 лет на доктора, соответственно, после этого они получают зарплату 15 тысяч рублей, 20, 25. Какой вменяемый человек, нормальный, пойдет туда работать? Какая там будет конкуренция? Или как они будут работать за эти бабки? Себя поставки на их место. Это те люди, мы работаем, зарабатываем деньги, мы инвестируем свое время. Кто-то в работу по найму, кто-то там в бизнес, кто-то в инвестиции в акции и так далее. Неважно, мы зарабатываем бабки, мы можем влиять на свои доходы. Большинство людей из муниципальной сферы, они не могут влиять на свои доходы. ЧС, пожарные, учителя и так далее. И, соответственно, мы, как общество, должны скидываться, это называется налог, и платить этим людям достойное вознаграждение, чтобы все, все наше общество это видели, туда стремились учителя, стремились все остальные, да. Но этого так не происходит. Это и есть, так называемая, несправедливость. Ну, я с этим полностью согласен. И у Мавроди непосредственно была концепция ввести справедливость. То, что, ну, почему люди не могут зарабатывать? Они инвестируют, они зарабатывают, они покупают все квартиры, покупают себе машины, они дают нужное образование детям, они правильно лечатся, они продлевают свой срок жизни, у них настроение лучше, они уходят от проклятия бедности, которое несет за собой нереальное количество проблем. Да, и в результате они потом развивают себя, они раскрывают свой потенциал. Когда у человека есть деньги, когда у него есть свобода в перебежениях, в мыслях, он может раскрыть свой потенциал, он может стать певцом, художником, я не знаю, одежду начать шить какую-то. Он может сделать какой-то крутой результат, раскрыть свою вот эту вот божественную искру, которая у него заложена, правильно? А когда человек не поднимает головы, и как белка в колесе, как раб просто трудится с утра до ночи, и при этом получая, при этом, не знаю, хреновое образование для своих детей, хреновую медицину, защиту и все остальное, что в обществе должно быть нормально. Разве это справедливо, разве это нормально? То есть, ну, нет, вообще нет. И у Мавроди была вот такая вот концептуальная суть, с которой он хотел к этому подойти. Мне это в душе очень сильно синхронизирует. И синхронизирует, опять же, не в концепции противостояния, то, что я считаю, что правительство плохое, а вот это хорошее, то черное, а это белое. Я не градировал в своей голове вот так вот ничего. Просто я понимаю то, что мир должен меняться не со слов о том, что должно меняться и как он должен меняться, а самого себя, в первую очередь. Я понимаю то, что я могу выбрать сейчас вот такой вот путь, будучи являясь свободным человеком, будучи являясь предпринимателем, да, и как бы тем самым, ну, немножко изменить, сначала изменение себя и своей деятельности могу изменить жизнь определенного количества людей, кто к этому движению также присоединится. А дальше уже выбор, соответственно, каждого. Вот что я понимаю. Дальше у Мавроди была в 2011 году реализована та же самая концепция, да, Максу Роди? И, соответственно, у него тоже не получилось ее реализовать. Немножко, потому что его начали ущемлять. Он в интернете ее начал реализовывать. Далее он стал ее в Индии реализовывать. В Индии, соответственно, как раз-таки ее прикрыли. Вот. И Муратов с ним был, вот как раз-таки владелец призма. Как, по крайней мере, информация есть, потому что его, насколько я знаю, его и посадили в Индии. Он в стюрьме вроде как-то, но я обладаю такой информацией. И как бы концептуально я общался с ребятами, они говорят, что весь подход к Мавро, вот именно то, что постмайнинг, то, что реализовано в призме, это изначально должно было реализоваться у Мавро. Но по определенным причинам издержек работы команды это не реализовалось, и он, соответственно, это взял и реализовал в призме. Ну и поэтому это имело такой успех. Мавро будет иметь успех гораздо больше, потому что, во-первых, там курс фиксирован. Вот. Нет такой истории, как в призме, да, когда курс зависит, ну, примерно от ничего. Потому что биржевая торговля и вся вот эта история, это, ну, как бы, это не то, из-за чего зависит курс в данном случае. Он просто зависит от желания непосредственно собственника данных монет. Собственника данных монет. Вот. И, ну, как бы, у Мавро этого нет. Другой момент. Если раньше на Мавро можно было на пирамиду каким-то образом повлиять, то, во-первых, здесь концептуально нет пирамиды, здесь постмайнинг. Это совсем другая история. То есть, да, тут нет выплаты людям за счет новых людей. Это так называемая, это и есть так называемая схема Понтсу. Он первый ее разработал, кому интересно, на интернете можете посмотреть, да. Ее нет. Соответственно, плюс это на блокчейне, плюс это не подвластно ни одному человеку, по сути, это просто реализовано абсолютно вот удаленно. Без внешнего воздействия нет, соответственно, никто никак не сможет ее закрыть. Вот, например, мое мнение, и посмотрим, как это все будет реализовано. То есть, я думаю, что эта компания будет перспективна. И с точки зрения реализации ее в масштабе, вот когда ты являешься не каким-то сетевиком, да, больным, от которого все хотят откреститься, и это хватит со своими чубиками ко мне приставать, как говорится. Если мы возьмем там Арифлейм, Энель и всю вот эту вот историю, да, смешную, как бы достыдную, то тут в данном случае просто человек является инвестором, он зарабатывает с этого очень хороший процент, и тиражируя данную компанию, просто популяризируя, просто ему задают вопрос, а ты чем занимаешься, грубо говоря, на чем зарабатываешь, я вот на этом зарабатываю. Как бы, он привлекает под себя людей, своих партнеров, с которых он зарабатывает деньги, и выстраивая структуру, там можно сделать очень большой результат. В призме, если бы он не рухнул и не упал бы на дно, если был бы фиксированный курс, я заработал бы несколько миллионов долларов. То есть, как бы, вот таким вот образом было с точки зрения той структуры, которая у меня реализовалась. К сожалению, этого не произошло. Почему? Ну, потому что так решили создатели монеты, по сути. Ну, по крайней мере, ее владельцы на текущем времени. Вот так быть не должно. Это опять реализация несправедливости какой-то. Потому что, если люди там надеются, то есть, они надеются на то, что они сейчас, вот, мол, привлекут большое количество людей, это большое количество людей, ну, то есть, у меня там, знаешь, типа 30 копеек пришло от человека, там, 15 рублей, 12 рублей, железно, я сейчас говорю, не тысяч. То есть, да, вот такая вот история. То есть, нет, да, в принципе, это прикольно. Если я построил сети, это херня, 10 лет работает, и 10 лет мне приходит, день там, я не знаю, по 1000, по 2000 рублей, да, почему бы нет? Ну, 6 миллионов у меня будет. А еще, ну, вообще офигенно, если курс был бы стабильный. Но по факту, у тебя год приходят эти деньги, выводить ты их не будешь, потому что, что-то ты будешь вводить 100 рублей, молоко пойти в магазин купить, или что за прикол? Ну, то есть, как бы, это неадекватно. Ты не будешь вводить эти деньги, они будут у тебя копиться, 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 курс признал 6 рублей, он тебе ебанет завтра до рубля, и все. И все то, что у тебя там копилось, все нафиг просто пошло. Пардон за французский, но по факту, это именно так. Вот. Зачем это нужно? То есть, изначальные косяки SpaceBot, когда говорилось, то, что они реализуют одним образом, потом реализовывалось другим образом, технические работы, деньги нельзя обвести, и так далее, и тому подобное. То изначально, про которые, это те IT-ошибки, про которые я говорил, концептуальные ошибки. То есть, если вы команда, если вы пул, то работать нужно, и денег у них достаточно, для того, чтобы это реализовать. Ввиду того, что я сам являюсь плюс-минус программистом, может быть, непрофессиональным, но тем не менее, как бы и достаточно неплохо занимался IT-разработкой, я понимаю, что сильно много на этот урдох не нужно. Вообще. Вот прям вообще. Просто это были элементарные косяки с точки зрения бизнес-процессинга, как такового. Это ошибки. Далее я просто увидел, что сделали с процентным распределением. Это есть реализация в прямом виде несправедливости и неуважения к своим участникам. Вот и все. А то, что я сейчас вижу, то, что больные сетевики на голову, да, вот там топят за призм. Призм будет расти! То есть, у меня ключевой вопрос. Слушай, человек, ты мне скажи, пожалуйста, на каком основании ты делаешь этот вывод? И он такой, ну, я так считаю. Ну, понятно. Ну, блядь, Орен Баффетов позвони, скажи, я тут так считаю. Он скажет, окей, я тебя слушаю. То есть, ну, как бы это неадекватность. Это неадекватность, которую я видел в свое время у ребят в Airbit Club. Кто не знает, это одна из мощных компаний 2018 года, как раз-таки, которая очень сильно качала. Там была откровенная канадцевая пирамида. Но, тем не менее, она начала сыпаться ввиду того, что я сам являюсь математиком, плюс к слову, я был топ-менеджером в трех крупных компаниях. Это МТС, да, по Сибири, Телеба, Мегафон была, франчайзинговая сетка была. Это в инжиниринговой крупной компании. Я работал в Росгостральнике, я работал руководителем продажи по Сибири, да. Я очень часто строил математические модели с точки зрения продаж и с точки зрения цикла жизни предприятия. Кто знает курс экономики такой элементарный, там есть вот такой вот график, когда курс идет, цикл жизни предприятия идет, идет, потом он выравнивается вот так, потом он идет на спад. Соответственно, когда я тулил в Airbit Club, я не был вот этим, я просто ребятам говорил, с которыми я общался, когда я делал вот это вот выравнивание и то, что сейчас пойдет на спад, я сказал, ребят, вы вылетайте. Ну, то есть, вы выходите, однозначно потеряете деньги. Они просто как больные сетевики, вот эти, знаете, как НЛ-щики, которые сою просто жрут и говорят, ебать это за ЗОЖ. То есть, это там для здоровья и так далее, идиоты, вы хоть состав прочитаете, вы поймите то, что вы едите, вы посмотрите, сколько это стоит. То есть, тут даже, блядь, предпринимателем быть не нужен, тут это можно и так понять. А потом, ну, подумайте, насколько вам мозги промыли. У них та же самая тема была, они, давай топить, да нет, орбитклап, орбитклап, будет качать стопудово. Соответственно, тема схлопнулась, они просрали деньги большинству людей. Я потом с ними общаюсь, говорю, ну что, ну, там не так должно быть. Я говорю, слушайте, ребят, ну, у меня есть опыт. Я, во-первых, не сетевик. То есть, кто такой сетевик? Это менеджер продаж. Ну, по сути, я предприниматель, у меня немножко другой уровень развития, не с точки зрения того, что я интеллектуально в чем-то превосхожу там кого-то. Я не считаю себя умным человеком, вообще, в принципе. Я про то, что у меня есть больше опыта в понимании организации, бизнеса и бизнес-процесса. Как с точки зрения топ-менеджмента в крупных всероссийских компаниях, так и с точки зрения своего бизнеса, и с точки зрения результатов, которые у меня есть. Я объясняю, что так, так, так и так. Люди слышат, не хотят, хотя есть простая поговорка лошадь сдохла, слезь. И как бы в что-то там верят. Пока не потеряют. Как говорится, есть феномен, когда человек вложился в акции, эти акции начинают падать. Весь анализ говорит, у тебя вся статистика и понимание идущего тренда, да, нисходящего, говорит о том, что, блин, надо скидывать эти акции. Человек их не скидывает, потому что, ну, он вложил там миллион рублей, эти акции стоят 500 тысяч рублей, ну, мол, пятихатку потерял, буду топить до таловы, держать, теряет все там и до 100 тысяч рублей опускается. И тут сейчас та же самая история происходит. Люди начинают за это так пить. Спейсбот там пытается внедрить БТТ тот же самый, да, и что там у них еще бип? Да, да, да. Как бы диверсифицировать. Это те монеты, которые, я как понимаю, они создали сами. Вообще, в принципе. Ну, вот конкретно БТТ, да, это собственная монета. Ну, ребята, просто надо оценить, надо оценить подход к самому себе. Вот когда ты живешь, и тебе говорят, брата, неси деньги в пенсионный фонд. Ты несешь деньги в пенсионный фонд, а тебе возраст повышает до 65 лет. Ой, до 70. Скольки у нас там? До 150, по-моему, уже повысили. Ну, неважно. Сегодняшнее обращение. Короче, ну, нет ли понимания, что, извините, ну, как бы вас нагнули, это мягко говоря. У нас средний возраст, цикл жизни мужика, по-моему, 60 лет, 61. То есть понятно, что ты веришь в то, что проживешь больше, скорее всего, но есть статистика, и они отталкиваются от этой статистики. Это просто математика. Вот тебе не неприятно ли тебе это осознавать? Ну, неприятно. Когда тебе там говорят, соответственно, неси деньги в Сбербанк, дефолт 98-го года был, да, спросите родителей своих, либо те, кто старшее поколение это знает, когда люди пришли в Сбербанк, им сказали, ребят, не видите нахер, ничего мы вам не отдадим. Ну, не неприятно ли это? И вот подумайте о том, как к вам относятся, прежде чем шлушать, и идти по тому вектору, который вам пропагандируют эти люди. Об этом нужно подумать. Если мы возьмем тот же самый спейсбот, который взял и устроил всю эту историю с процентами, которые сделают не для людей, а для себя. Вот надо подумать, стоит ли им верить, и стоит ли в соответствии с этим двигаться дальше. Будет ли это плюсом для тебя? И ни в коем случае не стоит слушать сетевиков, которые находятся в этом структуре. Я не сетевик, я диверсификатор и предприниматель в первую очередь. Я смотрю темы, на которых можно зарабатывать деньги, плюс ввиду того, что, ну, мне сейчас уже 28 лет, когда мне было 22-23, я за все хватался, то сейчас я, наверное, занимаюсь больше тем, что мне интересно, что мне по кайфу, чем я могу реализовывать для себя свой потенциал, не только с точки зрения зарабатывания денег, а с точки зрения, ну, влияния какого-то, скажем так, на мир положительный со своей стороны, Потому что то, что я сделал ребят, которые работали, вот если взять тот же самый приз, я сделал ребят, которые стали зарабатывать деньги, ну, предпринимателями, которые работали где-то на работе, они стали зарабатывать бабки, стали наиболее свободными. У меня ребят на Бале некоторые приезжали ко мне, да, пока я там находился до Нового года. Как бы, ну, я кайфанул от этого. Я сам заработал и улучшил жизнь людей. И в итоге у меня, как бы, окружение сформировалось наиболее другое, да, с которым мы сработались по другим темам. Вот отталкиваюсь я в первую очередь от этого. А с точки зрения сотрудничества с теми или иными проектами, я свалю на отношения в любом случае. От того, что ты входишь в какой-то Новый проект, ты в любом случае рискуешь. Но по факту, как бы, рискуешь ты гораздо больше, не входя в какой-то проект, а рискуешь ты, когда делаешь выбор для себя быть тупым. Вот. Когда конкретные, очевидные вещи, там, начинают от тебя вытирать ноги с точки зрения твоей работы, да, ну, сколько людей просто опрокинули. Зарабатывал одни деньги, стал другие зарабатывать деньги. Потому что им так стало удобнее. Они захотели заработать больше, да. Как бы идейности никакой нет. Ну, насколько нужно тупить в этом отношении и топить дальше за тему, что вот она будет расти. Курс 30 до 6 до 5 рублей выранили. В 6 раз. Это адекватно? Это вообще неадекватно. То есть это ненормально. Я понимаю, как эта механика произошла изнутри. Поэтому, ориентируясь на это, можно все это понимать. А если ориентироваться на Мауру, тут нужно смотреть то, что человек действительно пытался. Раз пытался, два пытался, три, ну вот четыре. Реализовать это с другой концепцией. Я в это верю со своей стороны. Для меня риск – это вообще дело жизни. Есть фраза хорошая. Риск – это осознанное управление своей реальностью. Только когда ты идешь на риск, ты улучшаешь свою жизнь. Вот ты находишься в отношениях, которые тебе, скажем так, не нравятся. Ты рискуешь их закончить, хотя не хотел там, любовь, все дела, скажем так. Ты их заканчиваешь, но у тебя потом раз улучшается жизнь, но ты рискнул. Ты рискуешь сделать бизнес, ты делаешь его, но не получилось, просрал деньги. Но если ты не остановился и после этого начал действовать дальше, у тебя все пошло в гору. Как говорится, чем больше попыток, тем больше шанс на успех. Это опять же математики элементарные. Так у всех. Соответственно, ну, рискнул-то ты изначально сделать бизнес в первый раз. Дальше эти риски уже были в меньшей степени. Ну, это для меня ключевой момент в данном направлении. Я здесь рискую этим в меньшей степени. Мне нравится философия, мне нравится подход справедливости, мне нравится то, что можно зарабатывать деньги, помогая людям. И, ну, сама концепция, сама трушность этой компании, так называемая. Ну, отлично. Так что, ребята, я думаю, что все, в принципе, уже поняли, да, значит, суть идеи вообще, то, что сейчас происходит. Потому что, опять же, по поводу призм очень много вопросов было, да, потому что, соответственно, часть людей верит, кто-то не верит, кто-то еще думает, что вот так все вырастет, уже прям большие перспективы. Кто-то наоборот, то есть, так скажем, вот мы сейчас примерно такое зерно посеяли, значит, сознание чистого, и, соответственно, уже от этого будем с вами вместе отталкивать. Ну, знаешь, чем мне нравится, если вот сейчас смотреть, ребята, 1 февраля стартовало спустя 26 лет, от 94-го года, да, 2020-го. Стартовало, ребята уже туда, которые закинулись, то есть у меня знакомый парень закинул туда 300 тысяч. Вот, у него там доходит что-то под 90 тысяч рублей. Ну, он причем никого не привлекал, он просто там на процентах зарабатывает. Он вообще очень, он работает в найме, он работает менеджером по продажам, вот. На него коронавирус и кризис текущий никак не повлиял. Хотя с работы его увольли. Ну, по факту. Потому что там он зарабатывал 65 тысяч рублей. Вот такая вот история. Его с работы уволили, но в результате он там, ну, как бы, у него доход не потерялся, у него деньги зарабатываются. То есть сейчас он уже окупится. Он уже говорит, я сейчас уже вытащу практически свои 300 тысяч рублей, дальше у меня просто придет доход. Все. У него и глаза горят, у него желание есть, то есть, как бы, ну, он готов этим заниматься, больше денег положить, больше зарабатывать. Ну, вот таким образом это реализуется. И вот эта вот концепция справедливости, она уже сейчас происходит. То есть, когда правительство, скажем так, вроде и выстроило концепцию помощи людям, но эта концепция пока что не реализовывается ввиду бюрократии, да, есть проект, который уже здесь и сейчас помогает людям зарабатывать деньги, помогает не выживать, а жить. И жить нормально, без каких-то проблем. Быть свободным, смотреть для себя новые направления там, да, ну, и просто как минимум развиваться. Выйти, перестраиваться в новое время, в новые возможности. Это уже реализуется с точки зрения той, так называемой, справедливости, правильного подхода в жизни, зарабатывания денег. Так что вот. Пирамида обязательно, просто на Ютубе увидите, посмотрите фильм «Пирамида». Это первый момент. Второй момент, если вы в спецботе, там в призме находитесь, но вы будьте не сетевиками, да, дурачками, будьте предпринимателем, диверсифицируйтесь. Есть хорошая еврейская мудрость, нельзя хранить яйца в одной корзине. Не надо быть фанатиком чего-то там. Не надо топить за одну тему, за одну идею, вы понимаете, потом вас эта идея опрокинет, вы останетесь ни в чем, ни с чем. Это не самое страшное. Самое страшное после того, как вы попадете в депрессию, и как бы, и вам станет очень плохо, а после этого еще ряд проблем посыпятся. Как в ком, один за другим. Я просто проходил через это все время, когда как раз-таки потерял бизнес в 2014 году в конце. Я знаю, что это такое. Поэтому в любом случае нужно диверсифицировать. Сейчас через это пройдут многие другие люди, ребята, у которых были заведения общепита, салоны красоты и так далее, которые закрылись, которые не вывезут эту программу, потому что не у всех были накопления, чтобы, знаете, заплатить сотрудникам и не растерять им. А вроде бы это звучит ничего страшного, типа, знаете, сотрудника потерял. А есть сотрудники, которых ищут, которых нанимают, которых годами обучают, и потерять их это очень плохо. То есть это прям очень большое количество трудов потрачено. Они бизнес потеряют, потому что не смогут аренду оплатить, налоги и все вот эти остальные издержки. И, ну, вот эти люди уже схлопнулись. Почему? И из них будут чувствовать себя хорошо только те, которые диверсифицировались, у которых еще были направления, которые в условиях кризиса не сломались, и которые приносят им доход. А вот тех, которые это было как одно направление, они просто поймут в моменте, что первое, денег нет. Второе, все, на что они потратили последние несколько лет или пять лет работы с утра до ночи, все нахрен накрылось. Третье, то, что их просто, смешное слово есть, накуканили. То, что их просто по факту накуканили. То есть, ну, как бы они работали там, топили, не ездили отдыхать, просто с утра до ночи старались, платили налоги, а их так, чпок, и сломали просто. Не по их ведому, а потому что, ну, есть люди свыше, которые так сказали. Просто будет настолько грустно, что люди начнут там, я не знаю, спиваться, сдепрессовываться и вот все остальное. Поэтому, чтобы такого не было, должно быть, везде диверсификация. Никогда не нужно становиться сетевиком, невменяемым. Нужно все время трезво оценивать ситуацию, правильно подходить, правильно анализировать с точки зрения фактов, с точки зрения психологии, те или иные инвестиционные проекты, в которые вступать, и тогда вы будете хорошо зарабатывать деньги. Тогда вы будете иметь там результат. Именно те, кто действовали вот таким вот образом в призме, это Макс там действовал, я, то есть ребята у нас в команде, которых я этому также обучал, у них все хорошо. Там люди потеряли недополученную прибыль. Ну, типа, как я получал там по 100 тысяч рублей в день, стал по 2 тысячи рублей в день зарабатывать, да, как бы, ну, я недополучил, но я не потерял. То есть я в любом случае заработал и в любом случае в очень большом плюсе, при любом раскладе. Но как бы могло бы быть больше. Ну, и должна быть все время такая ситуация, а не такая то, что ты просто проснулся. То есть такого не должно быть. Если вы это сделали, вы сделали коренные ошибки. Сейчас я вижу, как это делают все остальные. То есть как это произошло, как я сказал, с Арибит Клабом. Сейчас также, опять же, люди делают такие же ошибки в спейсботе, в призме. Через полгода я спрашиваю, ну что, ребят, не слушали меня? Они скажут, ну, как бы нет. А людям обычно не имеет смысла топить за то, что как бы нужно немножко мыслить по-другому. Все же сами себя на уме. Поэтому, если в этом видео как бы кто-то услышит меня сейчас, то, в принципе, очень хорошо. Большой плюс. Те, кто нужно услышать, те, кто не услышат, ну, ничего страшного. То есть, в принципе, Макс, я как бы, я вот, наше общение сейчас в формате записи, чтобы ты выложил, я с этой целью и хотел провести, да, то, чтобы принести свое видение. И, ну, дай бог там, пять человек, три, десять, не знаю, пятнадцать, неважно, сколько это видео людей увидит в совокупности, хотя бы такое количество людей услышат, сделать правильный выбор, правильные действия. Знаешь, я бы даже на нее обзор бы сказал, либо дала бы тебе обзор снять. Я забыл, как она называется про психологию денег. Как раз таки, то, что, ребят, когда вы, это про инвестиционные фонды, когда вы доверяете деньги в инвестиционные фонды, смотрите не на то, что они предлагают вам в будущем, сколько там они заработают, процент дохода, и все далее. Смотрите на прошлое. Вот компания существует десять лет, смотрите, какие результаты мы задействовали. Если одна компания за 10 лет там проигрывала, я не знаю, свои стратегии, да, три раза из семи, а другая компания за эти же 10 лет проигрывала там, не знаю, шесть раз из семи, то, разумеется, первая, которая проигрывала больше, она меньше, вернее, да, она гораздо эффективнее с точки зрения доверения их денег. Им денег, нежели чем вот та, которая проигрывала больше. Хотя та может быть круче, больше по масштабу, там униофис может быть круче, все что угодно. Это статистика. И вот со своей стороны, я экспертов разных встречал, прям разных. Те, которых я вводил чуть ли не в стадию кумиров для себя, которых там я, блин, думал, как же вы так офигеть можете. И по факту, ну, многие подводили очень сильно. И в результате я к этой концепции склонился, я понял для себя то, что, блин, ну да, то есть когда у человека в статистике прожитого времени наименьшее количество потерь, значит, ему с точки зрения его анализа будущего доверять можно гораздо больше кому-то другому. Продолжение следует...